Амангельдинский район стал лидером в производстве кумысом. Здесь ежедневно продают в среднем 2000 тонн переработанного кобыльевого молока. В каждом пятом дворе поселка Кумкешу есть табун дойных кобылиц. Кумыс уже полюбили жители областного центра и столицы, а также города Жасказган. В подсобном хозяйстве семьи Морзакеевых 70 дойных кобылиц. Супруги производят кумыс уже на протяжении 20 лет. 100 литров переработанного молока в день далеко не предел, признается глава семейства. Заказов поступает много. Бывает, что забирают оптом всю партию. Качество людям нравится. Мы готовим кумыс по своему рецепту. Нам он достался от наших родителей. Кобылиц дует 4 раза в день. Наиболее большим спросом пользуется майское и осеннее молоко. За ним люди выстраиваются в очередь. Сама дую всех кобылиц, которые дома. Никого пока не нанимаем. Справляюсь сама. Есть дворы, в которых работают доярки. Им платят по 150 тысяч тенге в месяц. Ещё пять лет назад кумыс сделали лишь в трёх домах. Сейчас их количество приблизилось к 20. Люди видят пользу от своего дела. Получают хорошую прибыль. Каждый год у нас появляются новые переработчики кобыльевого молока. Некоторые специально покупают транспорт, чтобы заниматься поставками национального напитка. Сейчас наш округ лидирует в районе по производству кумыса. К слову, кумыс – это не единственное, чем знаменитое село. Посёлок славится на весь Казахстан тургайскими эмиратами. Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы полюбоваться на кочующей песке. Ежегодно мы сюда приезжаем попить кумыс, вкусный медовый кумыс, поиграться с детьми на барханах наших. Замечательный, не хуже, чем в Дубае место для отдыха. Обязательно уезжая с собой, берём огромное количество кумыс на целый год. Вблизи посёлка вдоль трассы открыли кумыс-хану. К слову, тоже бизнес местного жителя. Всё это делается для привлечения туристов. В перспективе в посёлке планируют запустить цех по переработке кобыльевого молока.